Добрый день! Я вас приветствую на нашем видео уроке. Сегодня предлагаю порисовать вот таких волшебных птичек на волшебном дереве. Рисовать мы будем по шагам в технике быстрого рисования. Рисовать легко и просто. И не важно есть опыт у вас или нету. Все мы будем делать по шагам. Все технически очень просто. Предлагаю всем вам заложить свой смысл в этой картине. Подумайте о чем эта история. Кто эти птички? Какие отношения? Доверимся интуиции и действуем. Вы знаете, будет этот эффект, арт-терапевтический эффект, он обязательно произойдет. Или в момент рисования, или после, или даже через несколько дней. Вы получите ответы на свой вопрос. Вы получите ключи. Вы что-то обязательно поймете. Рисовать мы будем по шагам в технике быстрого рисования. В нашей технике рисовать легко и просто. Готовим красочки, кисточки и за дело. У всех все прекрасно получится. И не забудьте свои картины вешать в рамочки на стену. Белой краской, размашисто. В любом направлении мы грунтуем наш хвостик. Чтобы следующие наши шаги шли как по маслу. Красочка будет ложиться легко на влажную поверхность. Будет немножко перемешиваться с белой. И в итоге будут получаться разные интересные оттеночки. Не просто розовый, допустим. Он будет как-то с примечью белого. Везде будет все перемешиваться. И интересные получатся цвета. И плюс еще подключаемся. Так как мы еще такие начинающие художники, нам нужно немножко подключиться вот таким вот образом. Нарисовать белый-белый снег. И можно двигаться дальше. Значит, мы сейчас возьмем примерно сразу, определимся, где у нас будет центр композиции. Центр композиции предлагаю сделать вот здесь. Здесь у нас будут сидеть птички. И вот здесь у нас будет основное белое пятно. Значит, мы сейчас идем от светлого к темному. Здесь у нас будет почти что белый. И начнем добавлять нежные оттеночки. Нежно-голубой. Опять-таки, плюс белый. И размашистым движением раскидываем. Смотрите, вот как вам нравится. Я немножко, видите, вот так вот делаю крест-накрест. Хаотично, непредсказуемо. Можно просто покрутить вот так. Можно и так сделать. Можно просто вот так вбивать в цвет. Пробуйте, пробуйте, как вам нравится. Экспериментируйте. Вы знаете, чтобы найти свой стиль и все такое, нужно попробовать разные варианты. Я поэтому вам показываю разные варианты. Выбирайте, пробуйте. Не обязательно повторять за мной полностью. Доверьтесь интуиции. Видите, я потемнее сюда уже кладу. Синий, плюс голубой. Тоже таким же образом. Я не делаю одинаковые вот такие вот. Ну, хотя я не говорю, что так не надо делать. Но какая-то вот хаотичность художественная, она мне нравится. Не рекомендую использовать много воды, чтобы она не плыла в картине. Картина быстро сохнет. И мы с одного цвета перепрыгиваем на другой. Часто они немножко подмешиваются, что создает еще интересные оттеночки. Понимаете? Вот, я же сейчас перемешивала синий, чуть-чуть с розоватым. И вот такой тоже интересный цвет получился. Здесь у нас такая же схема. Здесь посветлее. А сюда у нас идет по насыщенней. По насыщенней. Из фиолетового. Сперемешиваю. Смотрите, вот здесь, если граница резкая получилась, можно взять и средний цвет сделать между розовым и фиолетовым. Средний цвет. Где-то очень весный, слишком что-то. Здесь тоже мы немножко перемешиваем эти цвета. Сюда чуть-чуть синенького добавим. Сюда чуть-чуть фиолетового. Чтобы они сдружились. И получился вот такой интересный цвет. Можно чуть-чуть черного сюда затменить. Затемнем вниз. Понимаете? Вот, все прошли черненькие. Ну вот, примерно как-то так. Так мысленно еще просмотрели. Вот здесь я вижу очень такой резкий переход. И я опять вытираю кисточку. Возьму побольше белого с розовым. И вот так чуть-чуть его посветлее сделаю этот момент. Вот как-то так. Здесь тоже голубенький чуть-чуть сделаю. Здесь почти что белым. Еще белее. Здесь хороший цвет. Я не буду туда портить. Но как-то вот, примерно так. Уже, правда, красиво получилось. Даже так абстрактненько. Отлично. Сейчас я эту кисточку пока отложу в сторону. Я возьму среднюю кисть. И вот здесь немножко обозначу солнышко. Каким-то нежным, белым, желтым, бежевым. Такой тепленький цвет сделаю. Немножко вот даже такого яркого сделаю. Чуть-чуть. Может быть, это луна. Может быть, солнце. У каждого своя картина и свои идеи. И не забывайте вкладывать свой смысл в эту красивую, прекрасную картинку. А самое интересное, она такая легкая, такая светлая. Ну, в общем-то, мы не будем долго задерживаться. Видите, я чем больше размешиваю, тем цвет становится однородный. Потерялся мой этот желтенький оттеночек. Поэтому чуть внесли, нравится и остановились. Очень хорошо пальцем такие вещи делать. Берем вот белый цвет. И вот так раз. Видите, как интересно получилось. Очень самобытненько. Оставим как есть. И перейдем дальше. Следующий наш шаг. Деревья. Возьмем черный цвет. Черный цвет. Примерно представили, как будет располагаться наше дерево. Так. Допустим, у нас вот отсюда идет деревце. Сейчас я черной кисточкой. Здесь вот прям чуть касаясь. Чуть касаясь. То, что моя рука, допустим, дрожит. И нам только на руку. Наши веточки становятся естественными. И это здорово. Самое главное, не нажимайте сильно кисточкой. Самим кончиком. Как я деткам говорю, балеринка на пальчиках танцует. Только кончиком они. Сейчас вот здесь мы ствол сделаем чуть больше. Сюда я вывожу веточку тоже. Вот так вот вывожу тоненько. Можно взять самую тонкую кисточку, какая у вас есть. И потихонечку накидывать веточки. Тоненькие кончики. Обратите внимание. Если вы провели линию, и она осталась прерывистой, можно прям даже так и оставить, чтобы не входить и не пытаться сделать повторно точную линию. Не обязательно. У нас там будут цветочки, где-то это загородится. Сейчас можно переходить на более вот такие тонкие и маленькие. Сейчас мы в дерево давайте добавим, например, оранжевый, чтобы ствол получился чуть-чуть потеплее, чем окружающая его местность. Где-то немножечко оранжевенького. Прямо туда, в ствол дерева. Если оно у вас высохло, и получается очень ярко-оранжевое, можно добавлять чёрненький и ещё чёрный сразу на кисточке. Пусть они перемешиваются прямо на холсте. Да, очень красиво получается. Побольше сделайте тоненьких линий. Тоненьких и тоненьких. Наша картинка имеет много разных-разных смыслов, может иметь. Вы сами подумайте про свой смысл. Вот сидят две птички. Кто они? Подумайте, придумайте свой сюжет. Это птички кто? Возлюбленные. Или, может быть, это мама с дочкой. Или папа с сыном. Или, может быть, это просто друзья. А может быть, это... Только-только познакомились. А может быть, это... А вообще враги. Ну, ведь всё, что угодно может быть. Правда, в нашем сюжете варианте. Просто придумайте свою сказку. И это получится. Счастье и изобилие приходит. И самое главное, счастье. И душа, и человек становится абсолютно счастливым. Вот как вот святые, да? Блаженные. Они счастливы всегда. И у них столько сил помогать людям, миру. Ну, вот, примерно такие вот у нас хорошенькие веточки. Тут же я беру чёрный цвет. И делаем птичек. Если вы сомневаетесь, и это нормально, и боитесь начать, возьмите листочек. И просто на листочке попробуйте порисовать птичек. Вот такой силуэтик. Раз. Хвостик. Два. Опять-таки, не забывайте, мы просто намекаем. Потом вот сюда головушка выходит и клюек. Вот как-то так, допустим. Рядышком птичка сидит. Опять овальчик. Как рисовать легко рисунок? Вы просто упрощайте его на простые, удобно варимые формы. Капелька. Плюс хвостик треугольничек. Плюс сверху богорок и клювик. Ну, вот таким вот образом. И сейчас мы берём чёрную красочку на кисточку. Находим наше местечко. Примерно. Где оно? Где оно? Так. Я сейчас просто примеряю третий. Хочу понять, где третий. Ну, пусть где-то будет здесь. Какой размер птички тоже важно, да? Какого они размера будут? Так. Значит, вот я вам объясняла. Мы берём, делаем сначала овал. В данном случае овальчик. Потом сюда делаем хвостик. Потом сюда делаем маленькую головушку. И небольшой клювик даже. И с другой стороны у меня птичка будет чуть поменьше. Я тоже загадала свою историю. Я её рисую. Значит, а вторая птичка, интересная капелька, вот прям сразу на хвостик переходим. Но хвостик не остренький, а чуть-чуть прямогольненький. Здесь такая головушка. Не торопясь, вот немножечко подправили. Опять, смотрите, какой есть интересный способ. Вот вы и порисовали птичек, да? Нравится, не нравится. Пока можете отойти от них. Это я вам рекомендую делать. Для того, чтобы отдохнул глаз. Иначе вы их можете замучить, этих маленьких бедных птичек. Это точно я вам говорю. Потому что глаз замыливается. Кажется, ну что-то не то, ну что-то не так. А мы не забываем, что первое, мы ещё их немножко потом белыми бликами пройдём. Что очень тоже даст хорошую тему. Тему сразу даст и глубину, и объём. Вот, и смотрим, чтобы это был намёк. Вот. Ну что ж, хорошо. Так, молодцы. Сейчас птичек мы оставим в покое. Мы их потом, если что, к ним вернёмся ещё. Сейчас я возьму, вытираю кисточку тоненькую. И просто белой красочкой, может быть, желтиночкой. Белой с лёгкой желтиночкой. Со стороны света я по дереву пройдусь бликами. Тоненькие блики. Со стороны дерева. Ой, со стороны света. И по крупным веткам тоже. Не обязательно всё проходить. Ну, где-то, где-то, как-то. Особенно, чем ближе к свету, можно даже сделать беленькие веточки тоненькие. И больше их подсветлить. Видите, вот такая простая, интересная вот тема. Как блики, она сразу задаёт очень классный такой вот эффект 3D. Объёма, света. В общем, такая вот методика хорошо используется в быстром рисовании. По веточкам, по веточкам там-сям походили. Наши птички уже сидят, беседуют вовсю. Вы знаете, даже нарисовав птичек, может быть, нарисовав даже, что хочется, можно нарисовать, мы можем исцелить какой-то свой сегмент жизни. Серьёзно, серьёзно говорю, это не просто так. Это всё работает на подсознательном уровне. Это всё работает без вот этого логического напора, без всякого вот осмысления особенного. Просто играючи рисуем, и в жизни нашей решаются какие-то проблемы, какие-то, может быть, у всех разные моменты. Просто гармонично как-то могут разрешиться, благодаря хорошему арт-терапевтическому эффекту после картинки. Да, конечно, в это сложно поверить, но это факт. Я знаю, даже есть такие работы, очень фирмы есть арт-терапевтические, которые приезжают в серьёзные фирмы, в серьёзные, представляете? Да, и там садятся команды, вот нужно какую-то проблему решать, решить важную на фирме, и садятся люди и начинают её рисовать. Рисуют проблему, рисуют решение, рисуют подсказки. И в итоге такие вещи вскрывают, так всё прорешают классно, что потом понимают, что вот умом бы не дошло до этого, до всего. Представляете? Это такой потенциал наше подсознание, наша интуиция. Такие вот дела. Ну что, вот наши такие хорошенькие веточки, как всё красиво проявилось. Птички пока пусть сохнут, мы тоже по ним чуть-чуть, потом белым пройдём. Давайте сейчас кисточку я предлагаю взять для цветочков. Вот с таким вот кончиком кисточку. И мы сейчас берём белую красочку, можно, чтобы на ней было что-то, может быть, и жёлтое, и фиолетовое, по-разному. И с нашим любимым. Макающим движением, как в детском садике, мы делаем вот такие цветочки. Раз, два, три, четыре. Я пять лепесточков буду делать. Пять. Сразу опережу события. В серединку я ставлю жёлто-оранжевый, папайя, лимонный, все цвета мира. Раз. Видите, как классно, да? Ну вот в таком ключе и поехали. Можно сделать так. Сначала делаем лепесточки. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, в общем, вот в таком ключе поехали. Ничего сложного. Это вообще все могут. Потом жёлтинку всенку. Тик, тик, тик. Ну, это я сейчас опять поспешила. Давайте накидаем сначала лепесточки. Субтитры сделал DimaTorzok 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 И такая картина здорово впишется в интерьер дома. А вообще даже такое можно нарисовать на стене. Представляете? За диваном, стену, отштукатурили. Или какие-то там обои под покраску. Пожалуйста! Вот такой шедевр как сделали. Очень даже здорово. Не забываем ставить подпись. Тоненько-тоненько подпись плюс год. Ну что ж, молодцы, молодцы. Не теряемся. Присылайте свои работы в группе. Моя группа ВКонтакте. Студия Сарасвати. Не теряемся. Сдруживаемся. Списываемся. Задавайте вопросы. Пишите свои пожелания. Я буду очень рада общению. И показывайте свои работы. Потому что ваши успехи – мой успех. И моя радость. Ну что ж, мои хорошие. До новых встреч. Всем творческих побед, смелости в самореализации. И слушайте свое сердце. Слушайте. В творчестве оно особенно раскрывается. И реально происходят чудеса. Каждый уникальный. Каждый раскрывает свой талант. Кто-то, может быть, рисует хорошо рисунок. Кто-то чувство цвета сильное имеет. И это огромный тоже талант. В общем-то, у всех есть свой талант. И поэтому верьте в себя. И творчески раскрывайтесь. Ну что ж, мои хорошие. До новых встреч. Пока. Можно и забыла еще сказать, что напоследок на таких картинах можно делать вот такие вещи. Вспомним детский садик. И мы берем на кисточку, на такую, на жесткую, на щетинку красочки. И вот так вот разбрызгиваем. Если что, попробуйте на бумажке. А потом смело на картинке. Даже если вдруг прилетят кляксы. Они только украшают. Поэтому доверьтесь. Но старайтесь без воды. Потому что с водой может такая здесь, такие лужи начаться. Вот я прям сухой. Ну, у меня просто красочка вот жиденькая. Вот я даже ни капли воды не использую. Ну, вы уже попробуйте тогда на бумажке. Чуть-чуть водичку, может быть, добавить придется, чтобы она стала пожиже. Но вот тут самое главное не переборщить. Отлично. Уверена у всех получилась прекрасная картина. Ну что ж, мои хорошие, не теряемся. Подписывайтесь. Следите за новыми выпусками. Смотрите. Советы для художников. Очень полезная информация. И, в общем-то, не теряемся. Я рада вашим успехам. Всегда на связи. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok